Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Сергей Кравчук официально вступит в должность мэра Хабаровска 25 сентября. Он победил на выборах 9 сентября, набрав около 40% голосов избирателей. На посту мэра Кравчук сменит Александра Соколова, который возглавлял город 18 лет. Новый градоначальник уже пообещал продолжить курс своего предшественника и сохранить его управленческую команду. Пройти бесплатное медицинское обследование смогли хабаровчане на традиционной ярмарке здоровья. В Хабаровске она проходит уже в шестой раз. В стенах легкоатлетического манежа свои товары и услуги представили более 40 организаций лечебно-профилактических и производственных. Посетители также смогли приобрести лекарственные средства народной медицины и полезные продукты питания. 26 сентября в городском дворце культуры наградят победителей конкурсов на лучшую организацию летнего отдыха и координацию трудовых отрядов. Во время летних каникул 2018 года в городе было открыто 197 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Все лето в краевом центре работали спортивные, экологические, поисковые, военно-патриотические и другие отряды старшеклассников. По информации Единой городской диспетчерской службы масштабных отключений холодной воды в Хабаровске сегодня не было. Без нее три жилых дома по улице Пушкина под номерами 58, 60 и 62 и одно административное здание. Причина – порыв на водоводе. Также нет холодной воды по улице Карла Маркса, 39. С 21 сентября вода не поступает в дом номер 14 по улице Урицкого. Повреждение разлива. На уборке дорог, дворов и улиц Краевого центра ВЕЧ вчера днем работала 181 единица техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. Ночью – 12 спецмашин. С дорог у улиц Хабаровска вывезено более 100 кубометров песка и мусора. Второй тур выборов Хабаровского края прошел при рекордно высокой явке избирателей – более 47%. Сегодня победитель Сергей Фургал провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал итоги голосования и рассказал, как планирует управлять регионом. Я сторонник, и это ни для кого не секрет, политики регионального эгоизма, я ее называю так, не сепаратизма, а именно регионального эгоизма. Все-таки я хочу, чтобы Хабаровскому краю доставалось немножко больше, в том числе и с федерального бюджета, чем достается сегодня. Участие в голосовании приняли бывший мэр Хабаровска Александр Соколов и его преемник Сергей Кравчук. От того, какой политики будет придерживаться избранный губернатор Хабаровского края, зависит и будущее развития краевого центра. Ксения Брониславская с подробностями. Сергей Кравчук сегодня пришел на участок как избиратель. Он голосует в здании 32-й школы на улице Дончука. 9 сентября Сергей Кравчук выиграл выборы мэра Хабаровска, но официально в должность еще не вступил. Инаугурация назначена на 25 сентября, после того, как станут известны итоги выборов губернатора. Я уверен, что сильнейший победит. Победит тот, у кого больше опыта. Опыта и хозяйствующего, и политического, и дипломатического. Я уверен, что жители Хабаровского края, города Хабаровска сделают правильный выбор. Предшественник Сергея Кравчука на посту мэра Хабаровска Александр Соколов тоже пришел на избирательный участок. Бывший градоначальник считает, каким бы ни был результат на выборах, победитель должен с первого же дня работать во благо края. Неразрешимых вопросов в жизни не бывает. Надо браться и побеждать. Хотелось бы, чтобы и на этих выборах получился результат, который с завтрашнего дня работал бы уже на результат, на людей. Сам Александр Соколов получил предложение от губернатора Хабаровского края о работе в правительстве региона. Но пока неизвестно, о какой должности идет речь. Избиратели городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в большинстве своем выразили поддержку Сергею Фургалу. Вот как распределились их голоса. В Хабаровске на этот раз и явка была выше, и за Сергея Фургала проголосовали более 70% избирателей. В Комсомольске-на-Амуре в пользу представителя ЛДПР высказались около 69% жителей, которые приняли участие в голосовании. Напомню, что это предварительные данные Крайсбиркома. Окончательные итоги выборов будут подведены в среду, 26 сентября. Ожидаемы, но непредсказуемы. Так, сегодня о результатах голосования на втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае говорят эксперты. В ходе каждой предвыборной кампании настроение электората изучают социологи и политологи разных мастей. Однако в итоге многие из них признались, результаты выборов оказались для них полным сюрпризом. Подробности у Ксении Брониславской. Опросы на выходе с избирательных участков называются английским словом «экзитпол». В Хабаровском крае эти исследования, среди прочих, проводила коммуникационная группа «Медиатехнологии». Ее возглавляет хабаровчанин Владимир Чернышев. В первые часы после завершения голосования эти эксперты заявили, что Вячеслав Шпорт набрал 57% голосов, а Сергей Фургал – 43%. По мере обработки бюллетеней эти цифры стали меняться, и итог оказался совсем другим. Что это было? Ошибка социологов или избиратели сознательно ввели в заблуждение тех, кто проводил опрос? О том, что многие отказывались от общения, говорили представители в ЦИОМ, которые проводили экзитпол. Наш собственный опрос на выборах тоже не принес результатов. По данным РБК, обычно от участия в вопросах отказываются не больше 30% избирателей. По словам хабаровского политолога Илдуса Ярулина, в этот раз молчунов оказалось вдвое больше. Во-первых, это связано со многими факторами, и с тем, что люди еще боятся все-таки говорить, пытаются скрывать то, что у них есть. Кто-то боится, что неправильно поймут, и голосовали за одного, а говорят за другого. Не исключено, что скрытность избирателей была связана с тем, что часть из них работодатели принуждали голосовать за одного из кандидатов. По крайней мере, в нашу редакцию сообщения об этом поступали за несколько дней до голосования. На улице холодает, и самое время подумать, как обогреть квартиру в случае резкого понижения температур. Многие используют кондиционеры. Тем не менее, традиционные обогреватели по-прежнему популярны. Самые востребованные и безопасные масляные радиаторы. Их цена от 2,5 до 3 с небольшим тысяч рублей. Удобны тем, что легко перемещаются по квартире. Главное, чтобы была розетка. Всем знакомые тепловентиляторы типа ветерок. В специализированных отделах большой выбор таких приборов. Могут стоить и 700 рублей, и 3 тысячи. Более мощные и более дорогие газовые обогреватели. Их покупают, как правило, для обогрева частных домов и дач. Сегодня входят в моду супертонкие обогреватели, которые можно закрепить на стене. Стоит такая панель 1300 рублей. Инфракрасный напольно-настенный прибор высокой мощности продается за 4250 рублей. Есть и портативные обогреватели, которые включаются напрямую в розетку. Стоит 2500 рублей. 108 лет назад родился дальневосточный композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Менцер. Подробности в историческом календаре. Николай Менцер – знаток музыкального наследия коренных народов Амура и Севера. Многие его произведения созданы на основе фольклора аборигенов. Музыкальное образование будущий композитор получил в Саратове и Москве, после чего отправился на Камчатку. Здесь композитор впервые познакомился с самобытным музыкальным искусством камчатских этносов – коряков, этельменов, чокчей и венов. Так началось его долгое путешествие в мир этнической музыки коренных народов Севера, которая продолжилась всю жизнь. В годы войны Николая Менцера, немца по национальности, выслали в Верхнебургинский район. И только в 1951 году композитор смог переехать в Хабаровск. Работал в симфоническом оркестре и театре музыкальной комедии. Много ездил по национальным селам и собирал фольклор аборигенов. Несколько лет Николай Менцер руководил знаменитым чукотским ансамблем «Эргерон». Инструментальные произведения композитора с национальными мотивами вошли в Золотой фонд дальневосточной музыки. В 1997 году Николай Менцер ушел из жизни. В Хабаровске на доме по улице Ленина, где он прожил 35 лет, установлена мемориальная доска. Вы смотрите программу «Город сегодня». Анонсы предстоящего дня в рубрике «Афиша». Вторник в Хабаровске можно назвать театральным днем. В Хабаровске продолжается фестиваль «Амурская осень». На сцене музыкального театра 25 сентября спектакль «На высоких каблуках». Это музыкальная комедия по пьесе Александра Морданя «Лист ожидания». Достаточно назвать исполнителей. Нона Гришаева и Эвклип Кюрдизис. Стоимость билетов – 1900-3,5 тысячи рублей. Гастроли Сахалинского международного театрального центра имени Антона Павловича Чехова начались в Хабаровске. На сцене театра драмы завтра можно увидеть спектакль «Дамский портной». Еще одна комедия на этот раз известного французского драматурга Жоржа Фейдон. В спектакле есть и любовная интрига, и неожиданный финал. Стоимость билетов – 600-1500 рублей. Еще один спектакль Чехов-центра для детей всей семьи. Главные персонажи пьесы – три друга пингвина, которые, как и положено друзьям, ссорятся, обижаются друг на друга, мирятся. И вдруг двое из них оказываются перед выбором – предать третьего или спасти. Какой выбор они сделают, зрители узнают на спектакле. Цена билета – 350 рублей. Это была программа «Город сегодня» – жизнь краевой столицы в событиях, людях и цифрах. Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!